МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Свето-Сергиевском лицее Черкеска появился новый кадетский класс «Юные водники». На торжественной линейке в «Юные спасатели-водники» посвятили 21 первоклассника. Теперь перед ребятами стоит непростая задача – обучаться и спасать людей на водных объектах. О маленьких спасателях с большой ответственностью в репортаже Александра Коваленко. Они теперь не просто первоклассники. После торжественного обещания, которое ребята произнесли под руководством юного командира Ярослава Онищенко, их смело можно назвать кадетами. Перед маленькими спасателями стоит ответственная задача – «Юные водники» будут учиться безопасному поведению на воде, а также оказанию неотложной помощи. В этом им будут помогать их старшие наставники – сотрудники МЧС. Несмотря на то, что этот класс – «Юные водники», это не значит, что они будут заниматься только безопасностью на воде. Здесь будет и безопасность в природной среде, и пожарная безопасность, и техногенная безопасность. То есть мы попытаемся охватить все вопросы, чтобы дети выросли действительно знающими. Специализированные уроки, которые будут проходить как в школе, так и на базе спасательной станции, позволят мальчишкам и девчонкам освоить интересные дисциплины, познать новую терминологию. И, может быть, кто-то из юных спасателей в дальнейшем станет МЧСником, мастером своего дела. Но самым запоминающимся для кадетов стала, конечно же, обзорная экскурсия на спасательную станцию. Любопытные мальчишки с интересом рассматривали спецтехнику, которая используется для обеспечения безопасности на воде. Не меньше интерес девчонки проявили к катерам и квадроциклам. Присев на лодку и взяв в руки весла, они с удовольствием базировали перед фотоаппаратом. Послушав небольшую лекцию от сотрудника МЧС, Анастасия Яструбинска решила, что уже готова прийти на помощь пострадавшему. Мне вот хотела бы сейчас сесть на первую лодку, которую мы сейчас проверяли, и поплыть уже. А что будешь делать на лодке? Уже спасать людей умеешь? Буду спасать людей, буду бросать круг, его крутить пока, бросать в воду, чтобы человек взялся, потом его будут тащить и со всех сил с командой. Потом мы высадим человека на берег и все ему объясним. Я бы хотела самой быть под водой, я же ведь не видела ничего. Когда мне было еще пять, я тонула под водой, вообще не могла дышать. Меня папа еле-еле вытащил, и мне бы такой вот скафандр поплыть и узнать, где человек. А в каком костюме надо спасать человека под водой, ты знаешь? Да, знаю. В каком? В лодолазном костюме. Первый специализированный урок пройдет уже в середине октября. Он будет посвящен теме судостроения. Александра Коваленко, Салих Казанлиев, Вести, Карачаево-Черкесия. 28 моделей и 12 лучших дизайнеров Карачаево-Черкесии Чеченской и Крымской республик, а также Ставропольского края, приняли участие в фестивале моды «Экспрэшн» и юбилейном 10-м модном показе коллекции эксклюзивной одежды. Организатор проекта, дизайнер-модельер Натали Лопатина. В финале показа жюри определила победительниц, которые примут участие в «Рома-фэшн-вик» в Риме в апреле следующего года. «Будет отобрано 3 модели от 175 и 3 модели до 175 сантиметров рост. И, соответственно, лучшие модели получат приглашение на «Рома-фэшн-вик». А те модели, которые будут отобраны, они получают бонус на оргвзнос. Очень хороший бонус. Также будет отобрано 3 лучших дизайнера, 3 лучших фотографа, 3 лучших визажиста». Сегодня Всемирный день защиты животных. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные – это часть семьи. И они имеют такие же права, как и другие ее члены. Россия прочно удерживает второе после Америки место в мире по численности домашних животных. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.30 с Сашимизом Пхешховым. Я желаю вам удачного дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова